Тема реконструкции железнодорожного моста в Расторгуеве волнует многих жителей Видного и Ленинского городского округа. Поговорим об этом с нашим гостем, активным жителем города, руководителем детского спортивного клуба «Орленок» Гаджимурадом Гаджимурадовым. Гаджимурад Магомедович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема очень острая. Как сейчас обстоят дела в этом вопросе? Ну, на сегодняшний день введен в эксплуатацию новый мост, не мост временный. Он намного шире, чем прежний мост. Даже до того момента, когда на нем установили устройство, по которому мостом могут пользоваться люди с ограниченными возможностями, женщины с колясками. В то время, когда организовали вот эти полозья, установили, там проходная способность ограничилась в два раза. Потому что раньше можно было подниматься, спускаться, расходиться двум пешеходам. А сейчас, после того, как на пути одного из пешеходов установили полозья, для того, чтобы при встрече разойтись, приходилось второму участнику движения, приходилось вставать на эти полозья. Что было связано с опасностью потерять омновесие и, не дай бог, травмы. По срокам, насколько он временный? На днях, видно, приезжал по приглашению главы администрации Валерия Николаевича Венцеля, министр транспорта Московской области Алексей Гиржик. Валерий Николаевич, который дал разъяснение по мосту, он нам сообщил, что с 2020 года мост принимается на баланс, принимает на себя на баланс правительство Московской области. Которое позволит, и что позволит, содержать мост, производить реконструкцию, приводить его в современный вид. А на ваш взгляд, временный мост, насколько он удобный? Ну, чисто по проходной способности я по нему прошелся, но он в два раза больше, чем при его предшественнике. Даже без учета вот этих приспособлений для возможности пешехода с ограниченными возможностями. Пропускная способность более большая. Ну, там вот не установили пока эти полозья для инвалидов, для женщин с колясками. Пока они сделают, я так думаю, что оставят именно для этой цели, оставят старые. Может, можно было бы спускаться колясками и более-менее пользоваться уже женщинами с колясками и инвалидами. Реконструкцию моста нужно учитывать, и я, на мой взгляд, нужно учитывать с проблемами и решать все это в комплексе. Потому что мы все знаем, что большинство жителей, которые пользуются, где-то процентов, наверное, 20, приезжают на своих автомобилях, заставляют ближайшие дома, заставляют всю дорогу вот эту, которая идет вдоль Донбасской, вдоль железной дороги, и с этой стороны, и с той стороны, и с Торгуйской часть. Этим очень страдают жители Булатниковской улицы. Я пользуюсь Лучином тоже. У меня и друзья там живут, и воспитанники в этих домах. И зачастую туда так сильно заставляются, что туда нескорая помощь, не пожарная, не сможет проехать. Какое решение этой проблемы вы видите? Перехватывающая стоянка должна быть, перехватывающая парковка обязательно в шаговой доступности или в ближайшем. Конечно, сейчас нам большую трудность это вызовет, но при желании, конечно, можно что-то посмотреть, подыскать, какие-то, по крайней мере, шаги для этого сделать. Но это очень острая проблема, которая жителей волнует не первый год. Ну что ж, надеемся, уже совсем скоро мы увидим реконструкцию моста в Расторгуеве. А я напомню, что в нашей студии был активный житель города, руководитель детского спортивного клуба «Орленок» Гаджимурат Гаджимурадов. Продолжение следует...